Всех приветствую на своем канале и пришло наконец-таки время познакомиться поближе с проектом, который я ранее анонсировала в своих роликах, а именно студия на трех сотках. Превратился мой проект в студия на пяти сотках, даже не студия, а однокомнатная квартира, то есть 38 квадратных метров, домик каркасный в стиле шале. В таком же стиле, как домики в красной воле, точно такие же домики, с тех же материалов, стоит тот же застройщик, тот же подрядчик, 38 квадратов, правда, в высеченном виде. Кухня, комната, терраса, санузел, тамбур, вход со стороны тамбура, выход из кухни на балкончик, такую террасу, 4,25 квадратных метров. Все размеры вот я вам показываю, сам проект вот такой, размеры у него 7,200 на 5,200, ну то есть по фасаду 5,200, в глубину туда 7,200, то есть дом такой нормальный для проживания, для дачи. То есть площадь, которая самая популярная в Сочи, никто не хочет обслуживать огромные дома, делать в них ремонты, отапливать их, платить кучу денег, всем хочется приехать, где-то иметь возможность помыться, приготовить и поспать, и выйти на природу, на воздух, дышать свежим воздухом. Вот, пожалуйста, вместо студии в многоквартирных домах далеко от моря, за 3,5 без отделки, можно купить такой каркасный домик с ремонтом, с мебелью, полностью меблированной, на пяти сотках прекрасной земли, с фруктовыми деревьями, со всеми коммуникациями, с подъездными путями хорошими. Вот такую можно дополнительно еще, кстати говоря, пристроить террасу к маленькому домику и расширить таким образом площадь, на свежем воздухе больше времени проводить, поставить стол, вынести. Вот, кстати, как можно высокий цоколь отделывать, интересно. Вот такие домики предлагает домогацкий, их домокомплект где-то стоит около 2,5 миллионов, 65 квадратов, по-моему, без учета земли. Можно заказывать, строить самостоятельно. И это известная технология немецкая, фахверковая, вот их разработчик, вот компания Нарху написана. Мне вот интересно, как они отделывают цокольный этаж внизу, я специально загрузила вам фотографию. Вот этот проект с каркасного домика, который мечтает построить подрядчик нашего застройщика, который сейчас будет отреализовывать проект. Вот такой домик, смотрите, открывается вот так, открывается дверь, раздвижные двери. Кухня превращается, объединяется с террасой, и можно проводить очень много, и запускается воздух в кухне. Вот эти его готовые, уже реализованные проекты за 7,793 квадратных метра, уже готовые дома с ремонтом под ключ. Продаются в Молдовке и Бестужевске, в Бестужевске можете заказать. Это вот его реализованные проекты в Красной Воле. Вот такой домик остался один, 65 квадратов на пятисотках, за 5,5 миллиона можете сейчас купить. Он остался единственный, то есть все его дома раскупаются в процессе стройки. Вот один дом остался, можете поехать посмотреть, кстати говоря, посмотреть качество отделки, типа качество домов, подход, концептус, отделка внутренняя. Вот смотрите, в доме таки все прилично, знаете, вам будет уютно находиться в домике, и отделка у него такая, знаете, никакой дискуссицы я не вижу, у него есть дизайнеры, которые ему помогают. Все у него будет стильненько, красивенько, экологично, эстетично и культурно. Никакого бетона, ничего там не заливает, не перемешивает, не нарушает экологию. Сваи, газон, деревья остаются, вот песок, и все-все-все, он сохраняет подъездные полпути, дороги, поменьше бетона, больше вот этого природного камня. Все вот эти природные стены он делает из натурального камня. И вот сам участок, смотрите сами, ровная земля, вот уже фундамент под первый дом. Здесь будет построено 6 домов, в сентябре все дома будут сданы, он закончит. Скорее всего их опять продадут в процессе строительства, поэтому можете прямо сейчас забивать себе участки, убирать первыми, чтобы выбрать самые удачные. Участок он построит 6 домов, в сентябре уже все он сдаст их. Как он обещал, так и сделает. Обычно всегда так и бывает. Вот дорога, подъезд к вашему поселочку дачному, он все это сделает в лучшем виде, как всегда. Посмотрите, для примера Красную Волю, то есть коммуникации, подъездные дороги, ограды, парковки, все-все-все он делает всегда сам, за все отвечает, за качество отвечает. Надеюсь, они создадут управляющую компанию, которая будет обслуживать эти дома, в плане там ремонта, каких-то проблем, которые возникают. Фруктовые деревья уже большие, он все это сохраняет. Это был бывший фруктовый сад, там, по-моему, груша. Так что у вас будут уже свои фруктовые деревья на участке. Все коммуникации, вот учитывая, что вы, когда вы строите сами дом, вам все это надо делать самостоятельно, делать подъезд к своему дому, протягивать коммуникации, вести переговоры с администрацией, документом, ряд подрядчиков, не всегда удачных, проходить весь этот негатив, время потрачено, нервы. То есть не факт, что строить самостоятельно в Сочи может быть выгоднее. То есть даже по цене вы можете вылезти за, выше, дороже, чем купить от застройщика, учитывая, что застройщик вкладывает в свою прибыль, но зато делается комплексно. То есть построить один дом, завести технику иногда до подрядчиков бывает дороже, чем построить комплекс целый. То есть 6 домов, которые там построят, ему может, в принципе, дом обойтись дешевле, чем если вы будете строить самостоятельно. Поэтому решать вам самим 38 квадратов полностью готового дома за 3,5 миллиона, мне кажется, это хорошее предложение. По крайней мере, спрос на эти домики есть, и вот вам, пожалуйста, предложение. Вот, кстати, о тех домах, вот первый домик уже начнется строить, и до сентября в 6 он сдаст. Рассказал, значит, дело. То есть к разговору о том, какие цены будут в Сочи. В принципе, Сочи будет подстраиваться под ваш спрос. Если вы в состоянии покупать дома и квартиры за 10 миллионов, вам будут строить и продавать капитальные большие дома за 10 миллионов. Если вы в состоянии покупать квартиры однокомнатные за 5-4,5 миллиона, вам их будут дальше строить и продавать, то все зависит от спроса. Как только застройщики поймут, что квартира особо за 5 миллионов уже не уходит, они будут стараться построить вам что-нибудь такое, чтобы удовлетворить именно ваши потребности. Поэтому цены даже в Сочи зависят от ваших потребностей, от вашего спроса, от вашей способности платежной. От этого зависят цены в рынке, всегда в рыночных отношениях. То есть рынок сам формирует цены. Как вы будете способны покупать, такие цены будут существовать в Сочи. Если цены... То есть цены начнут падать только тогда, когда вы перестанете покупать по этим, по существующим нынче ценам. Учитывая, что уровень, все-таки доходы у людей все-таки должны расти и будут расти, наверное, когда-нибудь, уровень жизни растет, то и цены, наверное, будут расти. По крайней мере, я так думаю. Ну, вот смотрите, участок. Самое интересное, да? Всегда можно взять, открыть карту, посмотреть внимательно все, что вас интересует по поводу вашего места расположения. Вот наш участок, который будет строиться в этот дачный поселочек. Название, он пока название проекта ваша дача в Сочи. Сам поселочек еще не имеет названия, не знаю, как его назовут. Рядом с Иларионовкой. Смотрим вот карту. Калинового озера рядом, вот, кстати, озеро, куда можно будет ездить, отдыхать. Вот смотрите. Выехать на Измайловскую улицу. И попасть в Мацесту или в Сочи, куда вы захотите. То есть, от Хосты этот участок дальше, чем Красная Воля, но зато он ближе к Сочи. Вы можете уже не ездить, не ориентироваться на Хосту и ездить, например, в город, прямо в Сочи, в центр Сочи. По поводу самого участка. Вот, смотрите, вот эти поляны залысины. Сверху хорошо видно. Это как раз-таки будет ваш поселок. Вот рядом дорога. Вот остановочки. Видите? Одна с левой стороны метров 300. И вот здесь еще ближе, метров 200. 250. Вот, смотрите, с правой стороны в углу сюда отрезочек. То есть, по карте очень удобно. Прежде чем поехать, всегда можно посмотреть и изучить местность по карте. Посмотрите, какая там инфраструктура, что там рядом, очистные, не очистные. Где школы, где больницы, где дорога. Какой рельеф. Все-все-все можно изучить на карте. Google карты, Яндекс карты, пожалуйста, все к вашему слову. Вот больницы там, из-за школы. То есть, все, что есть, вы забиваете поисковик, например, школы, больницы, садики. Вам все это высвечивают. Проекты в магазины. Все можно посмотреть, что там есть. Но учитывая, что доставка сейчас работает отлично, здесь можно, когда вам сделают дом, у вас будет адрес. По этому адресу можно вызывать такси, можно доставить любые продукты, можно доставлять любые вещи, велосипеды, мебели, даже бесплатные доставки уже есть. Мне кажется, все это во время пандемии, все это опробовали. Кстати, прекрасное место. И вот рельеф можно на карте тоже сюда увидеть. Гористая, негористая. Какие где холмы, какие горы. Все-все-все. Вы можете изучить, прежде чем приехать. Вот. И, кстати, прекрасное место для самоизоляции, которое, если понадобится, пожалуйста, можно. Прекрасное место для отдыха, чтобы дышать чистейшим воздухом. Кстати говоря, чем выше над уровнем море, тем прохладнее. Для Сочи это актуально. Чем ближе к этим ледниковым вершинам, тем прохладнее. Оттуда всегда прохладный ветерок, вечером особенно. То есть везде свой микроклимат. Зависит от такого, как площади, где, как, куда ветер дует. Но в любом случае, чем выше над уровнем море, чем выше в гору. Поднимайтесь, тем вам будет прохладнее. Поэтому очень многие уезжают в Красную Поляну, чтобы немножко отдохнуть от жары внизу. В общем, прекрасное место для дачи. Для первого домика. На пяти сотках можно построить еще один капитальный домик, если вам понадобится. И сделать там фамилийное гнездо. В общем, смотрите и решайте для себя, что лучше. И напишите в комментариях мне тоже, чтобы я знала, например, ваше мнение. Что, как вы считаете, что лучше взять студию? У него зимори за 3,5 миллиона. Даже без ремонта в основном такие приложения. Однокомнатную максимум можно взять за 3,5. Ну, в озимори можно, конечно, взять до Камыси и дальше еще за 3,5. Без ремонта. Но вот что лучше, как вы считаете? Студия в многоквартирном. Или вот такой домик подальше от моря. Затракать на своей веранде или на своей поляне. Вырастить свои деревья, посадить. Свои грядки, если вы захотите. Хотя там лучше газон. В общем, растить своих детей на природе. Самоизолироваться в случае чего. Как вы считаете, что для вас лучше? Квартира, студия или студия над 5 сотком? Пишите. Всем пока.